Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поделиться своем мнении об, на мой взгляд, очень хорошем китайском ноже. При этом цена его всего лишь 300 с небольшим рублей. Заказ он был на Алиэкспресс. Называется Блейк Сейбл, то есть черная сабля переводится. Ножик этот для похода в лес. Сделан на удивление очень качественно. Я просто на картинке посмотрел, мне он понравился. Думал, ну так, придет какая-нибудь игрушка, но на самом деле я не ожидал такого качества от китайцев и за такие деньги. То есть вот так вот он выглядит. Якобы какая-то твердая сталь на нем. Вот здесь вот марка стали написано. Если кто-то разбирается, что за марка. Ну, якобы твердая сталь, то есть он плохо тупится. Ножик острый, собран очень качественно. С обратной стороны ножа есть вот такая вот клипса. Клипса хорошая, удобная. С таким вот загнутым кончиком, держится хорошо на ремне. Даже клипса привинчена вот на такие вот три болтика. То есть все сделано по уму. Попробовал с ним в лес сходить вчера, поснимать грибы, ну и заодно испробовать ножик. Просто у предыдущего ножа лезвие коротковато оказалось, так как сейчас много белых грибов. У многих из них такие толстенные ножки, что мне реально ширины лезвия маловато. Вот взял вот этот. Он весь целиком металлический, это вот все металл, рукоятка из металла. К рукоятке можно, как видите, прикрепить веревочку какую-нибудь или цепочку, чтобы не потерять нож. Открывать его очень удобно, одной рукой можно. То есть у него вот такая вот кнопочка есть. Ну как малейшего люфта. Все очень прочно сидит. Обувь достаточно толстенький, миллиметра три где-то, заточка хорошая. Ну и вообще его очень приятно держать в руке. Дизайн откуда-то, конечно, китайцы взяли, я так понимаю, тут написано американский какой-то дизайн, с какого-то дорогого ножа. Но сделали его прям очень круто. Здесь вот такая вот пружинка, наверное, это лайнер-лок называется. То есть его поджимаете пальцем и складываете. Вот так вот тоже одной рукой его можно сложить легко. Это удобно, когда ведро с грибами, допустим, держите в одной руке, чтобы грибы не рассыпались. Когда вы двумя руками будете нож раскладывать, его можно открыть одной рукой. Также его возможно открывать и как обычный ножик двумя руками, чтобы никого не шокировать. Так вот спокойненько. Ну, я сейчас во второй руке фотоаппарат держу, тем не менее, его можно и... Не, вот сейчас вот выстрелил, если двумя руками, то можно вот вполне аккуратно открывать, никого не напугаете. Я, конечно, не совсем понимаю, зачем такие ножи нужны в городе. Я знаю, некоторые люди ножи носят, покупают их за бешеные деньги. По мне так в городе ножи нужны, у которых там есть отверточка, открывашечка. Ну, я не понимаю тех людей, которые берут нож и всегда вот такого вот плана там. Что они, на лавке колбасу, что ли, режут им? Да, там что-то открыть, я еще могу понять. Или чтобы с собой была отверточка. Ну, если там компьютер раскрутить, еще что-нибудь сделать. Вот. А так, ребята, ну, прям рекомендую. Я выложу цену, скриншотик еще, сколько он стоит точно, посмотрю. Потому что он где-то больше месяца шел. Я уже и забыл вообще, что заказывал ножи. Я, по-моему, два или три ножа заказал. Все там рублей по 300, по 400. Но я тут прям очень порадовал. Длина лезвия у него около 9 сантиметров. Вот такая вот штучка занятная. Может, кому-то тоже захочется такой нож заказать. Так что рекомендую. Ну, в принципе, весь обзорчик. Напоминаю, Блэйк Сейбл называется. Моделька на Алиэкспресс. Ее много продавцов продает. Ищите, наверное, где подешевле. Цвета разные есть. Лезвие не черное, чтобы когда точить будете. Если вы, конечно, будете когда-нибудь точить. Не шкрябался он. Этот такой красивый уже не будет после первой заточки. Ну, так прикольный. Все. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok